Новая Одесса Генеральный протест против генерального плана Просто идет целенаправленное уничтожение зеленой зоны, уничтожение Одессы Одесские чиновники не хотят участвовать в международной программе «Здоровые города» Что касается программы, которые сказали, почему я не участвую, не знаю, может быть замок Одесский международный кинофестиваль стартует 12 июля Помешать может, наверное, цена билетов или невозможность их приобретти Эти и другие события в материалах наших корреспондентов Согласительная комиссия по рассмотрению предложений общественности к проекту генплана до сих пор не создана Чиновники говорят, этот вопрос решится в течение нескольких дней А общественники, которые уже объединились в движении генеральный протест Намерены начинать акции против принятия генерального плана города Напомним, 18 июня в повестку дня сессии горсовета вынесен проект главного городостроительного документа Одессы Общественные слушания по проекту генерального плана города завершились еще 4 июня Соответствующие рекомендации, в частности о запрете застройки зеленых зон, направлены в мэрию Горсовет рассмотрит документ 18 июня А чиновники пока даже не создали согласительную комиссию, которая должна рассмотреть требования одесситов Просто идет целенаправленное уничтожение зеленой зоны, уничтожение Одессы, которой как таковой уже практически не осталось Сегодня общественники направились в городское управление архитектуры, чтобы выяснить, когда в мэрии прислушаются к горожанам Вопрос о создании согласительной комиссии, безусловно, будет рассмотрен и решен до проведения сессии Вы намерены идти к нам на встречу, да? Тем временем представители ряда общественных организаций уже объявили о начале массовых акций протеста, которые будут проходить в разных районах города Не поддержать проект генплана призывают у депутатов городского совета Мы призываем нардепов, одесситов, призываем депутатов городского совета не голосовать и не допустить принятия генерального плана 18 июня А мы подчеркиваем, что одесситы 4 июня абсолютно однозначно высказали свое мнение и отношение к генеральному плану Общественники и журналисты отмечают, что направили международные СМИ и города попротивы Одессы материалы о ситуации с принятием генерального плана Засуха и недавний ураган нанесли удар по урожаю Об этом сегодня шла речь на аппаратном совещании в облгосадминистрации В первую очередь пострадали яровые из-за отсутствия осадков в апреле и мае этого года специалисты прогнозируют низкий урожай этих культур В целом чиновники планируют собрать в этом году 2,5 миллиона тонн зерна Некоторые хозяйства уже приступили к началу посевной кампании Украинские чиновники боятся проверок и не хотят участвовать в проектах международных организаций Например, Одесса в течение многих лет не может принять решение об участии в программе Здоровые города Всемирной организации здравоохранения, которая существует около 20 лет Проект предполагает внедрение определенных стандартов в области здравоохранения и экологии Почему украинские города отказываются соответствовать европейскому уровню, выясняла Валерия Наумова Очередной этап проекта «Здоровые города» стартовал еще в 2009 году В течение пяти лет страны-участники должны достичь определенных стандартов Это касается здоровья граждан, правильного образа жизни, чистоты окружающей среды и комфортности проживания Страны-участники обязуются сотрудничать между собой и ежегодно отчитываться перед Всемирной организацией здравоохранения А представители ВОЗ, в свою очередь, проводят собственные проверки Это, по мнению медиков, которые ратуют за участие в проекте и является камнем преткновения Ежегодно мониторинг – это такое слово, которое несколько пугает нашу систему О том, что два-три раза в год приезжают специалисты, буду проверять Одесса уже участвовала в конференциях и различных мероприятиях, которые проводятся под эгидой проекта «Здоровые города» Но в программу так и не вступила На вопрос, почему, не смог ответить даже городской голова Что касается программы, о которой сказали, почему я не участвую, не знаю, может быть замок Позицию мэрии смогли объяснить в городском департаменте международных связей По словам чиновников, программа почти ничего не дает городу, но требует финансовых вложений Ежегодно город-участник должен вносить членский взнос в размере 3,5 тысяч долларов В первую очередь мы должны соответствовать неким критериям по чистоте воздуха, окружающей среды и так далее Над чем работает сейчас городская власть? Мы и так в эту сторону идем, но нам не обязательно при этом еще часть бюджетных денег выделять на оплату некоего членского взноса Тем не менее, другие города, в частности Копенгаген, Варшава, Дрызден, Милан и Афины денег на участие в программе не жалеют К слову, ВОЗ готовы рассматривать и альтернативные варианты членских взносов Главное желание соответствует стандартам здорового города К программе уже присоединились более сотни участников Правда, среди них до сих пор нет ни одного украинского населенного пункта На Одесском пляже сгорел очередной ночной клуб Пожар в развлекательном заведении Ривьера, расположенном на 13-й станции фонтана, произошел в ночь с субботы на воскресенье Прибывшие спасатели погасили пламя в течение часа В результате происшествия посетители клуба и персонал не пострадали Огнем было уничтожено 30 квадратных метров помещения Напомним, летом прошлого года в Аркадии прошла целая серия пожаров За короткий промежуток времени в элитной курортной зоне сгорело несколько ресторанов и кафе Официальная версия причин возникновения пожаров – неисправная электропроводка и короткое замыкание В Одессе на улице Малиновского производили наркотики Местные жители давно жаловались на неприятный запах из соседней квартиры Прибывшие на место сотрудники милиции взяли с поличным троих правонарушителей Подробности знает Максим Шпат Сотрудники сектора по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Обнаружили и изъяли шприцы с коричневой жидкостью, баковую соломку, пластиковые бутылки со смесью неизвестного происхождения У преступников было изъято как особо опасное наркотическое средство раствор опия, прекурсоры – это ангидрид уксусной кислоты, а также другие препараты, которые использовались для изготовления данного наркотика Сами задержанные 27-летний хозяин квартиры, его 30-летняя сожительница и их 44-летний товарищ свои вины не отрицают Изготавливала наркотические вещества для личного употребления В отношении задержанных открыто уголовное производство по признакам части 2 статьи 307 Уголовного кодекса Украины Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение наркотических средств, психотропных веществ Правонарушителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества Максим Шпат, Новая Одесса На Одесском морском вокзале судно портфлота помяло три яхты Из-за сильного бокового ветра в акватории Одесского порта произошло водно-транспортное происшествие Так называемый навал Сборщик вод загрязненных нефтепродуктами ПС-399 во время попытки пришвартоваться не справился с управлением и протаранил три яхты У одной из них поврежден трап В результате происшествия никто не пострадал О любви без слов премьера музыкально-пластического спектакля с таким названием состоится в Одесском украинском театре 13 июня Действие картины режиссера Татьяны Борисовой происходит на танцевальной площадке в городском парке За кулисами побывал наш корреспондент Максим Шпат История о любви и жизни обычных людей, которые приходили потанцевать в парк Это модель истории нашей страны Главное, чего пытались добиться, говорит режиссер, атмосфера времени Начинается с 20-й, 30-й, 40-й, 50-й, 60-й, 70-й, 80-й мы заканчиваем во время развала нашего Вот как раз мы и заканчиваем развалом Сидим, 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 финал В музыкально-пластическом спектакле средствами театра передана смена эпох, обычаев и характеров людей Все действия происходят без единого слова Одна из основных задач – максимальная историческая достоверность Девять ролев, девять костюмов, шляпок, зачисок Поэтому самое главное – встегнуть всем переодягнуться и вчасно выйти на сцену Нам необходимо было сделать колоссальное количество сварок, железа, дерева Делать много бутафорий Колоссальное количество костюмов и деталей к ним Реквизита – это со всех эпох собрать, найти Это было достаточно сложно Премьерный показ спектакля состоится 13 и 14 июня в Одесском Украинском театре Максим Шпат, Олег Шпак, Новая Одесса Чуть больше месяца осталось до одного из главных кинофорумов Украины – 4-го Одесского международного кинофестиваля С 12 по 20 июля в Южную Пальмиру съедутся любители кино и мэтры киноиндустрии Последние новости предстоящего события знает Дмитрий Долматов Окончательно утвержден состав международного жюри, возглавляемого украинским кинопродюсером Александром Роднянским Оценивать киноработы будут актриса Франциска Петри, известная по фильму «Измена», продюсер первых четырех фильмов Патерианы Таня Сигачан, режиссер Нана Джорджадзе и украинский писатель Андрей Курков В список почетных гостей в этом году войдут режиссеры Уильрих Зайдель, Роджер Корман, Тимур Бекмамбетов, а также актриса Сильвия Хукс За национальную украинскую кинопремию поборются фильмы Параджанов, Креденс, Делириум и сюрреалистическая драма одесского производства «Не хочу умирать» С нашей точки зрения это очень любопытный эксперимент такого сюрреалистического соединения игрового и документального кино И самое интересное, что в этом фильме снялись звезды одесского художественного андеграунда В рамках фестиваля на Лонжероновском спуске будут показаны фильмы-юбиляры «Тени забытых предков», посвященные 90-летию знаменитого режиссера Сергея Параджанова А также одесский мюзикл «Приморский бульвар», который в этом году отметит 25-летний юбилей Несмотря на обширную программу фестиваля, расходы на рекламу и обещания организаторов собрать у киноэкранов сотни тысяч участников Далеко не все одесситы знают о приближающемся празднике киноискусства Пойдете на одесский летний кинофестиваль? Когда он проходит? А когда он будет? На одесском кинофестивале будете? А когда он состоится? Помешать может, наверное, цена билетов или невозможность их приобретти, потому что интереснее всего попасть, конечно, на открытие фестиваля Дмитрий Далматов, Сергей Самойлов, Новая Одесса Этим летом туристы, приехавшие в Крым, смогут стать археологами и изучить жизнь греческих причерноморских колоний На полуострове разработали подводный экскурсионный маршрут по затопленному античному городу Акро вблизи Керчи За погружением первых дайверов наблюдали наши крымские коллеги Античный город Акро уже называют Крымской Атлантидой Основанный в VI веке до н.э. он просуществовал почти тысячу лет За это время уровень Черного моря поднялся на 4 метра и поселение понемногу спряталось под водой Изучать Акру стали лишь в 1983 году За три десятилетия археологи и ученые пришли к выводу, что среди причерноморских греческих колоний Акра сохранилась лучше всех Обычно такие памятники, которые находятся на берегу Черного моря, они разрушаются естественными процессами Этот город постепенно опустился под воду, то есть поднялся уровень моря и он оказался под водой То есть тем самым все строительные остатки, то есть все что было, фортификационная система, улицы, дома Все оказались просто под водой и поэтому они сохранились Площадь Акры всего полтора гектара В данное время археологи занимаются поиском последней восточной защитной стены, раскопками домов древних греков И приглашают всех желающих увидеть жилые кварталы города и уже открытые фортификационные сооружения Исследователи планируют превратить поселение в подводно-археологический парк И чтобы люди, дайверы смогли увидеть во время действия археологической экспедиции подводный город Первые туристы, вооружившись советами от археологов, уже начали знакомиться с жизнью древних греков Погружаться здесь можно даже с обычной маской Затонувший город почти в первозданном виде находится всего лишь на глубине 4 метров За время исследования Акры там было найдено множество образцов греческой керамики Амфоры, предметы-утвори и разные виды древних монет Почти все находки передали к Керченскому музею Но теперь изучать экспонаты из Акры, других античных городов, а также кораблей, которые затонули вблизи крымских берегов Будут в первом в Украине реставрационном центре подводной археологии Он открылся в Феодосии и уже начал работу по спасению документов и находок, поднятых со дна моря Сейчас все это находится в стадии высаливания После этого у нас еще будет стадия вымораживания Медленно и постепенно мы будем полностью извлекать воду из этого предмета В этом году планируется проведение нескольких научных экспедиций В том числе к местам, где нашли свое последнее пристанище затопленные корабли периода Крымской войны Общее же число памятников, которые находятся в водах Черного моря, лишь по предварительным подсчетам превышает 2500 Яна Калинина, Валентин Скрепко, Служба новостей Волна Вы смотрели новости на Новой Одессе Если у вас есть проблема в решении, которая может помочь внимание общественности, звоните нам Телефон горячей линии 706 38 96 706 38 96 Наш выпуск завершает прогноз погоды, проекты «День за 100 секунд» и «Гость в студии» Увидимся завтра в студии была Екатерина Ярская Хороших новостей и удачного дня! Прогноз погоди від страхової компанії ТЕКОМ За данными Центру погоди, у вівторок 11 червня в Одессі протягом дня буде ясно Вітер південних напрямків 2,4 метри на секунду Атмосферний тиск нижчий за норму 754 мм ртутного стопа Відносно вологість повітря 80% Температура повітря вночі 19-22, а в день 23-26 градусів з позначкою плюс Не вистачило впевненості Страхова компанія ТЕКОМ Впевненість у квадраті